Субтитры подогнал «Симон» Ну, Светочка, на работе в такую рань, молодец. Вот, утреннее проветривание кабинета. Парадокс, меня уже нет, а приказы исполняются. Свет, ты че? Так. Не понял. Черт, да на всем крышка. Не заживайся. Так, заканчивай с этим быстрее. Нам нужно срочно в офис. Между прочим, ты всегда думаешь о своем бизнесе, а у меня есть свои дела. Да, твои неотложные дела подождут, потому что есть вещи поважнее. А кто-то пытается угрозить нашу фирму и, соответственно, наши деньги. Так, перевесни страницу. Теская грамота какая-то. Покажи последнюю страницу. Наналет. Ясно. Однодневка. Однодневка? Как бабочка, что ли? Да, на завтра ее не будет, а наши подряды упорхнут куда подальше. То есть я не подписываю? Нет! Ты не подписываешь! Не подписываешь! Что ты на меня кричишь? Я тебя просто спросила. Не подписывать! Если бы я спросила тебя подписывать, тогда я понимаю, ты бы на меня кричал. Наталья Анатольевна, вы меня звали? Нет, Светлана, я вас не звала. Селектор сработал. А вы уже подписали новые договора? Так, спроси, кто это подсунул. Светлана, а кто вам... Стоп! Она может быть с ними заодно. Слушай, Наталья Анатольевна, кто вам вообще сказал, что я буду подписывать, не читая? Я должна внимательно изучить перед тем, как подписывать. А, ясно. Что-нибудь еще? Две маленьких чашечки кофе, пожалуйста. А может быть, вам одну большую? Ну, или так. Хорошо. Судя по тому, как торопит тебя Светлана, это подсунуло кто-то из моих замов. Валентина или Олег. Так, Валентина или Олег. Опять это Валентина. Знаете, кто ему подножку подставил? Ты? Нет. А кто? Знаешь, Серова. О, идет. А ну, завхоз, иди сюда. О, завхозушка. Ты же Машку Зиновьеву знаешь? Девчонка твоя? Знаю, конечно. Я к ней не подкатываю. Еще б ты к ней подкатывал. Знаешь, что тогда б тебе Макс сделал? Знаю, не дурак. Прикиньте, даже я не знаю, что бы я с ним взял, а он знает. Эльштейн, изобретатель радио. Так вот, ребят, в чем мы здесь собрались? У нее скоро день рождения. И ей нужен что? Подарок. А для подарка нужно что? Деньги. И эти деньги достанешь ты мне. Только погодите, ребят, я вчера штуку принес. Ну, скажем так, этого мало. Мне нужно три раза по три штуки. Хочу смартфон ей подарить. Фига себе. Я воровать больше не буду. Угу, так. Кто тебя воровать просит? Мне без разницы, как ты насобираешь эти деньги. В карты выиграешь, кредит в банке возьмешь. Ну и я, паспорт. Мне главное, чтобы деньги были. Ясно? Что это? Фуфлок на почту. Да по нему даже звонить стрёмно. Знаешь, но иногда такая фигня может той, как понадобится. Поддержи его. Ты что, ты с ума сошла, что ли? У тебя что, осеннее обострение женской логики? Слушай, может быть, мне вообще перестать с тобой разговаривать, чтобы ты прекратила называть меня сумасшедшей? Ну, что это такие мысли? Я построил весь этот бизнес, я! А я лучше разбираюсь в людях. Твой Олег с двойным дном. А с Валентиной у нас, как выяснилось, немало общего. Что у вас общего с Валентиной? Ну, например, мы любили одного и того же мужчину. Мне нужно срочно встретиться с твоим сыном. Наташа. Наталья, Наталья, тогда можно? А ты пока выпей кофе и остынь. Наташа! Ага, поняла. Это мой кофе. Занята? Ты по делу? Естественно, по делу. Говори. Сегодня утром я пытался подложить нашей директрисе документы с переводом заказов на подставную фирму. И? Возможно, просекла. Но тут у меня появилась идея получше. Чуть корректируем устав. Два-три решения совета директоров за одним числом. Ну, а дальше республикация компании. И продаем по частям. Мы с тобой в шоколаде. Олег, ты давно у Лоры был? Что? Ну, со слухом все хорошо. Я же сказала, я в твои игры не играю. Ты все-таки упорствуешь. А ты не думала, что кто-нибудь возьмет и подставит тебя с твоими спасительными предложениями по выходу из кризиса? Да? И кто же этот кто-то? Так, Олег, послушай меня внимательно. Банкротить фирму я тебе не дам. Валя. Валя. Валентина. Валентина, я прошу тебя, подумай. Ведь ты тоже не перевариваешь нашу драгоценную наследницу, а? Да. Но я не дам тебе разрушить дело жизни ее мужа. Понял? Где они все ходят-то, а? Саша. Сам написал, надо срочно встретиться, теперь сидит молчит. Саша, я ничего не писала. Я уж обрадовалась, думала, ты в кино намылился. Пойдем сходим. Саша. Так, ну ладно, я пойду, найду эту официантку. Фантастика какая-то. Саша. Простите, я не хочу. Нет, это... Ты меня прости. Я просто не понимаю. Саша, я не буду тебя ругать. Саша, не молчи. У нас в детдоме есть правила. Правила? Тот, кто выходит за забор, должен принести денег. Кому? Воспитателям? Да нет, воспитатели как раз ничего и не знают. Пацанам старшим, а то... Побьют. Ага, побьют. Сашка, давай я тебе денег дам. Сколько? Да ничего мне от вас не надо. Да вообще, хвасть меня сжалей. Саша! Саша! Вовремя! Саша, подожди! Саша! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Смотрите сами. Здесь и камера хорошая, и звук, и память, и карту. А можно мне вон тот с витрины, пожалуйста? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Э, малой, что у тебя там? Нет, куртка просто. Дай сюда, быстро. Так, гражданочка, я не понял. Ой, я, видимо, просто забыла заплатить. То есть я хотела и передумала. Понятно. Пойдем сейчас там разберемся, как ты там передумывала. Так руки ей, пожалуйста, на вы. Хоть на мы. Просто забыла заплатить. Когда не знала, да еще забыла. Да, Геннадьевич? Ой, если бы вы знали, сколько раз я это уже слышал, вы бы меня пожалели. Ну что же вы так? С виду приличная, обеспеченная девушка, а занимаетесь неизвестно чем. Ну, я же сказала, я отвлеклась. Я просто, ну, знаете, переклинила. Сдается мне, Геннадьевич, она мальчишку прикрывает. Я его просто схватить не успел. Не было никакого мальчишки. А ведь мы проверить можем. А зачем, я вам точно говорю. Не было. Слушайте, даже интересно. А что это вы так упираетесь? Он вам кто? Да никто, мы даже не знакомы. С кем не знакомы? Вы же говорите, не было никакого мальчишки. Ну что, и дальше отпираться будете? Понятно. Ну что ж, тогда в отношении вас наступает уголовная ответственность. Карается огромным штрафом, либо лишением свободы сроком до пяти лет. Подождите, какая уголовная ответственность? Какое лишение свободы мне нельзя? Я не могу. А воровать, значит, можно? Да вы не понимаете. Я же усыновить его хочу. Господи. Кого? Мальчишку этого, которого не было. Сашку. Понимаете, если суд или лишение, мне же его не отдадут. Что делать? Ну что делать? Я не знаю. Пусть решает проблему. Да, я... Не надо. Проблема же не у нее, а у пацана. Я это знаю сам из детдом. С телефоном все в порядке? Да, что ему сделается? Пошли. Держи. Все. Никогда я тебя не понимал, Геннадьевич. Не поймешь. Это он? Можно поговорить? Да не боись, пацан. Все нормально. Ну, я тебя молодец. Не сдала. До последнего держалась. Иди сюда. Знаешь что? Ты в своем детдоме, старшим, скажи, что у тебя дядька троюродный в охране работает. Если они еще раз с ума сом придет и всем наваляют. Знаете, я как-то сам разберусь. Тоже вариант. Пойми. Они же все трусы. Их до один на один сдрефят. А сильны только, когда их с вором. Ладно, что стоишь? Давай к мамке иди. И больше так не делай. Договорились? Угу. Спасибо. Слушай, я... Я больше никогда верю. Пойдем. Слушай, ну так оставлять нельзя. Давай я с директором поговорю, а? Нет, с ним точно не надо. У нас со стукачами разговор короткий. Нет, ну должен же быть какой-то выход. Может ты зря от денег отказываешься? Ага. Чтобы прийти и сказать, на тебе, для вас ворвало. Так получается? Ну да, тоже нехорошо. Может, к нам? Ну, ну, домой пойдем. Ладно, только пойдем через хозяйственный. Зачем? У тебя там две лампочки перегорело. Надо будет заменить. Да, я не замечала. Сороковатки с узким цоколем. На свечку похожи такие прозрачные. Ну ты даешь. Ну, у меня просто завхоз, как друг. Хороший дядька. Время от времени меня учит. Молодец какой. Не то слово. Ладно, еще что-то поломанное есть? Ой. А, ножка у Мольберта шатается. Прикрутим. Инструменты есть? Не знаю. Купим. Лучше уже это купить, чем телефон Машки Зиновьёй, да? Как у Машки? Неважно. Больше ничего? Крам течет. Сделаем, значит. У вас тридцатка скорее всего. Ну, вот и все. Класс. Спасибо. Спасибо. Так, а где этот ваш Мольберт? Мольберт. Мольберт. Вот он. Я увлекаюсь живописью. Так и что у него? Ножка шатается, видишь? Хочешь, подержу? Да. Твой папа тоже всегда старался все делать по дому сам. Так он же вроде богатым был. Ну? Говорил, что настоящий мужчина должен уметь работать руками. Понятно. Интересно, потому что наш завхоз тоже так говорит. Может, поэтому он такой умный? Приложи телефон к уху. Что? Сделай вид, что разговариваешь. Что? Что? Ну, ничего, это телефон, пропущенный звонок. Срочно езжай в офис, это важно. У меня здесь дела поважнее есть. Туфя, промедление равняется катастрофе. Если не с кем его оставить, бери с собой. Что он будет делать в этой вашей корпорации монстров? Ну, монстров не монстров, а сорок процентов в городе. Это наша работа, так что там есть на что посмотреть. Хорошо, едем. Саша, хочешь посмотреть папину строительную компанию? Ну, почему бы и нет? Отлично, тогда я сейчас перейдем, если поедем. Хорошо. Я тебя умоляю, только без этого. Ну, я что, тоже мой отец построил? Гениально. Ага, неплохо. Неплохо? Так, веди его в переговорную, там есть макета новых объектов. Посмотрит. Посома в кабинет и вызови всех замов. Ага, что вы все время вот это вот уголкаете? Я по телефону. О, а вот это вот уже поинтереснее будет. Да? Ну что, неплохо? Ты идешь? А? В смысле, я же... А я по телефону. А? Бегу, бегу. Пойдем. Ты помнишь наш предыдущий разговор? Уволить Валентину, это разумное решение. Это мое решение. Я услышала твое мнение. Отлично. Наталья Анатольевна, добрый день. Вызывали. Что-то случилось? Пока ничего. Но сейчас случится. Нас ждут грандиозные перемены. Перемены? Вы присаживайтесь, Валентина. А вот вы, Олег, постойте. Как говорится, смерть лучше встречать стоя. Что? Не понял. Что? Не понял. Ну, а что же здесь непонятно? Мне кажется, все ясно. Я совсем понимаю, что вы имеете в виду под словом смерть. Сегодня утром я обнаружила на своем столе документы. Весьма сомнительного толка. Я уверена, что это вы, Олег, подсунули мне тихонечко их на подпись. Документы? Я ничего не знаю, ни про какие документы. Я их, простите, в глаза не видел. А? Наталья Анатольевна. Теперь вспомнили? Вы думали, что я прочту и ничего не пойму? За дурочку меня держите? Я, Наталья Анатольевна, никуда и ни за что вас не держала. Значит, все-таки думаете, что я разберусь? Конечно, разобралась бы. Вы же директор. А с чем разобралась, если вы ничего мне не подсовывали? Кстати, на кого зарегистрировала на налет? На налет? Какой на налет? Вот этот на налет? Олег? Ты меня подставила, да? Подбросила? Я здесь ни при чем. Ты сам себя только что сдал. Суровая ты женщина! Наталья Анатольевна. Идите, Олег. Идите. И ты тоже иди. Хорошо. А вас, Валентина? Я попрошу остаться. Что бы я сдох. А вот это вряд ли. Учитывая твое нынешнее положение. Что простить? Нет-нет, извините, это я не вам. Не обращайте внимания. Давайте перейдем на ты. Как видишь, руководитель из меня никакой. Так что будешь исполняющей обязанности. Ну ты же любила Николая. Значит, сохранишь его бизнес. То есть тебе не было скучно? Нет, конечно. Папка-то у меня крутой оказался. Он сколько всего отгрухал. Да, он у тебя хороший, правда. Был. Был. Никак не могу привыкнуть, что его нет. Понятно. Здравствуйте. Здорово, Саша. Здрасте. Жалко, что тебе приходится сюда возвращаться. Угу. Но ничего, скоро все изменится. Я сделаю документы на усыновление. Ну да, мне же не привыкать. Саша. Прости его. И меня. Может, я все-таки дам тебе денег? Да нет, не надо. Я сам разберусь. Еще увидимся. Уверен, что поступаешь правильно. Саш. Пока. Пока. Полмойкова, Сергеев, не отставайте. Ты у меня, конечно, молодец, но тут совсем другое дело. Это же ребенок. Понимаешь, я в нем тебя вижу. Ты появляешься, исчезаешь. Может, очень скоро исчезнешь. Совсем. Я, конечно, наделала кучу своих ошибок, но сейчас мне больше всего хочется исправить чужое. Наташ, если ты усыновишь Сашу, ты сделаешь то, на что я не решался сам. При жизни. Фил Олегович, я зайду? Ну, да, конечно. Проходи, Саш. Садись. Хорошо погуляли с Натальей Анатольевной? Нормально. Что-то не так? Фил Олегович, я могу вам доверять? Саш, ты же не первый год меня знаешь. Конечно. Я почему их спросил, просто дело особое. Я-то, может, скоро уйду, но в общем, хочу одно отдельство сделать. Хорошее. Нужна ваша помощь. Ну, для хорошего дела ничего не жалко. Говори. Мне нужно, чтобы вы разрешили мне. украсть ваш смартфон. украсть ваша помощь. А ну, иди сюда. Ладно. Только он не бабский какой-то. Да не, Машки проканает. Чё? Ничего, общий сбор в спортзале. Директор вызывает. А ну, брысь отсюда. Сам, брысь. Ладно, идем. Выкрутился, да? Но если я говорю деньги, значит, деньги несешь. Ну, аж понял. Ну, что, Настя, всех собрала? Да, Михаил Олегович. Молодец. Итак, многоуважаемые господа, товарищи, дети, я собрал вас для того, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. Дело в том, что в нашем детдоме ЧП. Так в МЧС звонить надо, а мы-то чё? Да? Я бы, может быть, так и сделал. Только вот дело в том, что я не знаю, где мой телефон. Посеяли где-то. Так позвонить на него надо. Молодец, Дин. Я даже не подумал, да? Анна Дмитриевна, пожалуйста, наберите меня. Максим? А вот это и есть наше ЧП. Телефон. Оказывается, все украли. Спасибо, Анна Дмитриевна. Это не я. Я его не крал. Я его нашел. Да? И где? Лежал во дворе. Скажите, пожалуйста, какой у нас удивительный двор, дети? Чего там только не лежит? Телефоны под каждым крестом. Так вот, Максим, в качестве наказания ты будешь подметать этот двор две недели. Каждый день. Утром и вечером. А чё я? Ах, да. Я забыл. У тебя же есть друг, Иван. А чё я? Ладно. Друзей в беде не бросай. Верно, дети? Да. Мы же должны помогать друзьям, да? Да. Оба. Ко мне в кабинет. Все свободны. Да. Светослав Игорьевич, вечер добрый. Принято. Привет, Олежа. Сто лет, сто зимов. Да, я смотрю, ты разжился. Кабинетик. Девочка на ресепшене красивая. Чего позвонил-то? А тебя же не дождёшься-то. А я по делу. Решил, наконец, подлечиться. Хорошо. Мой дурдом для тебя всегда открыт. Да кюнь, ты тебя не дождёшься-то? Да шучу, я шучу. Что у тебя? Видишь ли, какое дело? У меня на фирме девушка появилась странно. Ведёт себя специфически. и он выражается. А вот я тебе сейчас видео одно покажу. Ты мне и скажешь. А? Треугольничек нажми. Как ты мог? Как ты мог? Да. Или часто с ней? Ты знаешь, я видел только один раз, но... Ну, по одному разу трудно судить. Всё что угодно может быть. Так-то по виду не скажешь, что она сумасшедшая. Знаешь, там ещё много чего у неё. Она вот по странам странно водит. Ты... Ну, ты перестань, ты пикант. Ну... В общем, травма головы у неё была серьёзная после аварии. Так, а от меня-то ты что хочешь? Видишь, я бы хотел... Тут у меня копия её паспорта, полисы. Я бы хотел, чтобы ты поставил её у себя на учёт. Задним числом. Но почему же не помочь хорошему человеку? Это она-то хороший человек? Поверя мне, Святослав Ильич, она человек очень специфичный. Да я тебе, Олежа, дорогой, я тебе. Да тьфу на тебя снова, ну... Шутник. Выпить есть? Да, конечно, найдём. Неси. Найдём сейчас. Сидиатр. Наталья Анатольевна. Вы прекрасно выглядите. Неужели получили разрешение опекунского совета? Я вас поздравляю. От меня никакой помощи не требуется. Спасибо, обойдусь. Вы знаете, а я думаю, что вам просто-таки необходима помощь с вашими-то проблемами. Какими проблемами, Олег? Проблемами? А вот такими. А ещё вот такие. Оказывается, вы давно на учёте. Как вы думаете, если я кому-нибудь покажу это видео, оно кого-нибудь заинтересует? Вот подонка. Нет, ну, разумеется, мы с вами можем обо всём договориться. Если я займу кресло генерального директора. А если я этого не сделаю? Вы что, меня в психушку посадите? Что вы? Я же ведь не сумасшедший. Я понимаю, что для этого нужно решение суда, окончательное заключение медицинской комиссии. Вперёд! Буду ждать заключения. А может быть, я просто поднимусь на второй этаж и включу это видео? И тогда ваше усыновление окажется в прошлом. как и ваш муж. Я ему сейчас морду набью. У тебя это вряд ли получится. Отчего же? Отнимите у меня телефон. Мне нужно позвонить адвокату. Хоть президенту, Наталья, хоть президенту. Значит так, первое правило бизнеса, если тебя припёрли к стенке, соглашайся на все условия. Зря мы затеяли всю эту историю с увольнением. Нет, не зря. Значит так, соглашайся, он потеряет силы, а ты выиграешь время. Давай. Хорошо. Хорошо, Олег. Я всегда знал, что вы договору способны. Пойдёмте, машина там. Странный выбор места. Просто это единственное место в компании, где нет камер. А за тобой кто-то следит? Он хочет упечь меня в психушку. Кто? Олег. Ах, вот оно что. Если я не назначу его генеральным, то, судя по всему, так оно и будет. А я не смогу установить Сашку. Да. Связи у него есть. Что со мной? Он обещал оставить тебя своим замом. Тебе есть, что сказать? Я тебя понимаю. Хоть у меня никогда не было детей. не было детей. Я тебя понимаю. Ну, вот, по-моему, уже все. Мне кажется, можно начинать. Друзья, дело в том, что... Наталья Анатольевна, ну, правое слово. Ну, что вы как на свадьбе? Разрешите я сам, раз уж... Короче, коллеги, на сегодня новость такая. Владелец компании своим приказом назначает на должность директора компании Кедр-профстрой Турновского Олега Владимировича. Ну, вообще-то в этом месте я, честно говоря, планировал аплодисменты. Товарищи, ну, можно громче, громче. Я всех вижу неуверенно. Да, это еще не все. Своим первым приказом я отстраняю от должности Кирющенко Валентину Романовну. Валентина, спасибо за честный труд на благо компании. Светочка, документики об увольнении через 10 минут ко мне на стол. Я все правильно сделал, Наталья Натальевна. А теперь то, о чем мы договаривались. О чем мы договаривались? О том, что ты отдашь мне запись. Запись, запись. А, об этом. У вас битус включен? Не надо из меня дурочку сделать. Сотри, запись при мне сейчас. Давай. Ну, конечно. Пожалуйста. Раз, два, три. Все. Запись удалена. Теперь все окей, я могу идти. Иди. А я подумаю, что я с тобой сделаю. Ну, что ты сделаешь со мной? Ну, что ты со мной сделаешь? У меня запись дома, на компьютере, на рабочем столе. Вот такая иконка. А еще в облаке. Вот знаете, что облако? Отличная вещь. Три нажатия, оно в интернете. Раз, два. Какая же ты сволочь, а? Это просто ты меня плохо знаешь, Наталья Натальевна. Я ведь вас могу живьем сожрать. Вместе с пациентом. Да, Наталья Тольевна, и верните, пожалуйста, мне ключи от кабинета и электронный пропуск. На охрану сдайте. Это моя компания. Пока, ваша. Пока. Пока. тебя. Пока. Даже если я смогу забрать Сашу издет дома, он же в любой момент может показать ту видеозапись об бегуном. Наташ, подожди. Как же я дура. Думала, изменилась, так и осталась дура. Наташ, подожди, выслушай мне. Дело все в том, что когда я нанимал Олега на работу, я попросил службу безопасности составить на него досье. Ну? Там есть интересные вещи. Незаконные сделки, вывод активов в офшор. Ну, я его убрал за то, что он такой ушлый. Ну, и где эти документы? В общем, у меня есть банковская ячейка, но там хранятся разные вещи. А, у тебя еще и ячейка есть. Угу. И что же там хранится? Ну, там разные вещи. На случай экстренного отъезда, ты же понимаешь, бизнес – это вещь непредсказуемая. Когда ты собирался мне об этом сообщить? Я говорю, вот. Ага. После смерти. Классно. Ну, подожди, подожди, Наташ. Ну, я правда собирался тебе сказать. Правда. Я вот умирать не собирался. Наташ, ячейка там. Светится о смерти с тобой? Дурак. Ну, все. Я теперь свободный человек. Поработай еще немножко. Что это? Я плохо в этом разбираюсь. Сама посмотри и скажи, что можно с этим сделать. С этим многое можно сделать. Очень много. Практически все. Опа. Девчонки. Обе. Слушайте, а я что-то не заметил, что Святошка вас на прием ко мне записала? Ну, вы что-то хотели? Обсудить кое-что хотели. Обсудить? Или покаяться? Ну, с тобой, Валюша, мы еще потом все обсудим. Если захочешь. Ну, а ваша ария, Наталья Анатольевна, боюсь, исполнена окончательно. Не хотелось бы вас огорчать, Олег Владимирович. Но боюсь, что вы ошибаетесь. То есть, вы все-таки решили попрощаться с усыновлением? Или с дееспособностью? А, может быть, и с тем, и с другим? Интересно, от чего придется отказаться тебе, Оляжик, когда вот эта папка попадет в заинтересованные руки? Папка. Ну что ж, полюбопытствует. О, красиво. А здесь? А, даже так. Угу. Десять. Думаю, Валечка, даже для меня это перебор. Десять лет с торгача. Там, в особо крупных. В особо крупных. В особо крупных, да? А, может быть, так? В особо мелких. О, какие маленькие кусочки. Да. Но это же, наверное, копия, да? Конечно, копия. А оригинал где? Оригинал у меня дома на рабочем столе. Вот, знаете, такой толстой папки. Но есть еще облако, которое на охоте, знаете, где? Где? В прокуратуре. Ну что ж, управдома из меня, как говорится, не вышло. Ну и ладно. Вы же, наверное, узнали из этих документов, что у меня есть на черный день. В офшорах. Ну что ж, видимо, этот черный день настал. Придется пожить на море. Лет десять. Да, ничего ты, Валюша, не поняла. Не поняла. Какие-то проблемы? А у вас штраф не оплачен. Ух ты. Это какой штраф? За превышение скорости. Опа. Смотри, у мужика штраф на пятнадцать миллионов. Уже на семнадцать. Слушай, этого не может быть. Может, ребятки. Может. Что? Какие восемнадцать миллионов? Откуда у меня штраф восемнадцать миллионов? Это я с какой же скоростью должен был ехать, чтобы получить такой штраф? А я откуда знаю? Где вы ездите? На каких транспортных средствах? Это я что же по-вашему, со скоростью света, что ли, гонял? Следующий. Какой следующий? Какой следующий? Девушка. Следующий. Мужчина. Стойте там, где стоите. Значит так. Я не знаю, что у вас там за приложение. Что за приложение. Мужчина, у вас какие-то проблемы? Нет, у меня нет проблем. Это у вас проблемы с измерением. А у вас проблемы будут, если вы будете мне это все предъявлять. Ваши документы. Мои документы? Да кто ты такой, чтобы рассказывать? Стой, стой! Я смотрю, закончила. Ну, почти. Как раз вовремя. А то мне уже... Они намекнули, что я слишком тут задержался. Кто они? Ну... Оттуда. Говорят, что ты меня держишь. А ты должна меня отпустить. Наверное, не стоит с ними ссориться, да? Это он? Похож. На сегодня с тренировки пораньше отпустили. Ты знаешь, я сейчас удивительную вещь поняла. А оказывается, настоящая любовь меняет не только тебя самого, но и мир вокруг. И она никуда не уходит. С человеком она остается. И делает нас лучше, сильнее. Открывает нас новое. Хочет прощать. А может, действительно, у меня было слишком сильное сотрясение. Но зато теперь я абсолютно точно знаю, что именно он спас меня от настоящего безумия. И ведет меня дальше. Нас! Нас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok